Тяжелую болезнь Стаса Михайлова обсуждает вся страна. В пандемию многие музыканты оказались в непростом положении, нет концертов, а значит и полноценного заработка. Так, бывший гитарист Стаса Михайлова Слава Маркес сообщил, что даже в команде у известного певца все плохо, мол, он перестал финансово поддерживать своих сотрудников, а кого-то и вовсе уволил. Негативно в адрес артиста высказался Александр Скляр, заявив, этот субъект ни копейкой не помог своим музыкантам. Журналисты связались с участниками коллектива Михайлова, с ними Стас пару недель назад, кстати, выступал на фестивале в Дубае. По словам бас-гитариста Владимира Сокольских, зарплата у них сдельная, поконцертная, но шеф всегда старается поощрять сотрудников премиями. У артиста продолжают работать не только музыканты, но и администраторы, техники, костюмер, художники по свету и другие. Как оказалось, за годы сотрудничества Михайлов не раз выручал многих из них и финансово. У меня была тяжелая ситуация, я заболел, поделился, видеоинженер Роман Диденко, когда узнал, во сколько обойдется лечение препарата, понял, что сам не справлюсь. Поговорил со Стасом, рассказал ему о ситуации, тот моментально вошел в положение, помог сразу, я даже не ожидал. И знаю, что это не единичный случай, все в разной форме периодически обращаются. Мужчина не знает, почему возник конфликт между Михайловым и его бывшим гитаристом, мол, каждый своими вопросами обращается к певцу наедине. Коллеги предполагают, что конфликт произошел, потому что Маркес наотрез отказался лететь на концерт в Якутию, чем сильно всех подвел. Мы удивлены поведением Славы, странно, что он так отзывается, продолжая Диденко. Может, повздорили, потому что в пандемии мы действительно продолжаем получать зарплату. Нас привлекают к съемкам, выступлениям, когда это возможно. По словам костюмера Михайлова, который работает у него больше 7 лет, никаких глобальных сокращений в штате у артиста не было, а музыкантам вообще грех жаловаться. В хорошие времена они получают гораздо больше 100 тысяч рублей, да и сейчас не сидят на милей. Стас такой человек, он своих не оставит никогда, говорит Людмила Никанович. Он не конфликтный и очень внимательный команде. Что касается денег, то даже кредиты у нас ребята имеют возможность закрывать заранее. Мне же начальник недавно очень помог с отпуском. Я бы ни за что не попросила, но он сам поинтересовался, лечу ли я в Штаты, как собиралась. Тогда у меня было много проблем, честно сказала. Наверное, лучше сэкономлю я, я останусь без отдыха. Но Стас даже слушать не стал, без лишних расспросов просто оплатил поездку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...